День добрый, дорогие друзья, в эфире программы «Семейный доктор» Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев Эфир у нас с вами прямой И поэтому я, как бы, регламент хотел бы определить на сегодняшнюю передачу И призываю вас, друзья мои, жить в этой программе, по крайней мере, по регламенту Потому что нам крайне важно вернуться к смыслу К смыслу самой передачи Потому что быть, как вам сказать, попытаться вот через эфир решить судьбу каждого конкретного человека У которого сложилась такая ситуация, такая ситуация, такая ситуация Рак с асцитом или что-то еще Понимаете, это дело абсолютно бессмысленное Мне кажется, что самое главное, что мы должны с вами делать Вот это научиться жить без этих самых асцитов, без болезней, без ничего Научиться защищать себя По-настоящему мы этим и занимаемся И даже тогда, когда человек абсолютно болен Казалось бы, там, болезнь Бехтерева или какие-либо еще проблемы То, что называется, системными заболеваниями Там, системная красная волчанка или что-то Мы должны с вами научиться сдерживать этот процесс Не давать ему развиваться И, так сказать, при достаточном упорстве Можно этот процесс не только остановить, но и убрать Понимаете, есть один замечательный совершенно Одно замечательное совершенно качество в нашем организме Все клетки, из которых состоит наше тело, наши органы Печень, желудок, селезенки, почки, неважно Наш мозг Понимаете, это клетки, которые не живут вечно И не живут даже столько, сколько живем мы с вами Я могу жить 70 лет, а все мои клетки за это время Сотни раз Умрут и сотни раз родятся Понимаете Вот, скажем, клетки печени С которыми мы, естественно, с вами имеем дело Вот эти вот самые клеточки печени Они ведь обновляются каждые полгода Целиком Вся печень обновляется в течение полугода Кровь наша, кровь по составу Она, я прошу прощения, обновляется целиком за сутки За сутки А вот соединительная ткань Это наши кости, наши хрящи Наши сухожилия, на которых крепятся наши мышцы Крепится наш скелет Все, 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 что в нас есть внутри Вот так расположено И твердо стоит вот на том месте, которое ему положено по природе По анатомии и физиологии Оно крепится и держится там за счет соединительной ткани Все болезни, вот наши суставные, там всяческие другие Они, как правило, определяются проблемами, связанными не только с этим органом Но, в первую очередь, вот и соединительной тканью А опорно-двигательного аппарата проблемы Это просто проблемы соединительной ткани А мы должны с вами знать Что и как раз это и есть самая консервативная ткань нашего организма Где клетки обновляются очень медленно По сравнению с той же кровью, там, или с клетками какого-либо органа Печень и почву, у каждого есть свой регламент Такой вот самый длительный период Это клетки соединительной ткани И, наверное, это связано с важностью функций Которые несет на себе эта самая соединительная ткань Я почему вам об этом говорю, друзья мои Потому что вот звонки по поводу того Что вот-вот я там начал делать скипидарные ванны И вот уже проделал их 10 А вот у меня обострение И, так сказать, вот как быть-то вот дальше Вот будут результаты или не будут результаты Вы должны четко, совершенно для себя понять Вы, как правило При артрозах, артритах, кокс-артрозах Я уж не говорю о болезни Бехтерева Срок вашей болезни Как минимум 3-4-5 лет То есть 3-4-5, а то и 10 лет вы болеете 3-4-5, а то и 10 лет вы пьете лекарства Которые не лечат вас Это лекарства Которые помогают вам Чуть-чуть как-то, ну, комфортнее жить Это, говорят так, вот качество жизни И вы сами прекрасно видите Что при этом Качество жизни, да как бы оно не улучшается Потому что болезнь-то прогрессирует И вам становится все хуже и хуже И вот тогда начинаются Поиски чудодейственных средств Которые вылечат вас А вот есть ли эти самые средства-то Чудодейственные Которые вылечат вас В результате каждый из вас Каждый, у кого эти проблемы есть Убеждается в том Что таких средств Не у бабок-колдуней Не у экстрасенсов Не у врачей, не у колнет Есть ли такого рода средства Вот способы Вообще Есть И одна из этих мощных, так сказать, вот средств Это скепидарная ванна Ванны со скепидарными эмульсиями И еще одно Один союзник есть Еще один Время Время Вот все результаты Которые сегодня есть По ревматойному полиартриту По болезни Бехтерева По артрозам-артритам По Деформирующим артрозам Я сейчас называю Самые тяжелые вот Болезни опорно-двигательного аппарата Они есть Но они возникают Знаете, когда? Когда проходит Семь-восемь месяцев Год И это правильно Потому что Год Это время В течение которого Клетки Ущербны Этой соединительной ткани Они отмирают И уходят Выносятся из организма А на их место Приходят Сильные молодые Сильные молодые А мы с вами Создаем условия Чтобы вот на месте Этой Испорченной Грубо говоря Тканей Да, появилась та Которая будет Нас с вами держать Чтобы появился Хрящ нормальный Чтобы появились Сухожилия нормальные Чтобы сформировались Хорошо наши Суставные сумочки Вот на это надо Год Минимум Поэтому, друзья мои Болезнью Бехтер Вострадающие люди Точно себе Должны понимать Что есть только Две перспективы Две Два пути Одна Вот один путь Заключается в том Чтобы сидеть И ждать И глотать таблетки И чувствовать Как медленно Но абсолютно верно Костенеет Позвоночник И как абсолютно верно Костенеют суставы И наступает момент Когда я уже не могу Ни встать Ни лечь Я могу только лежать Бревном Есть другой путь Настойчиво И упорно Все делать Для того Чтобы этот Вот тот Страшный результат Не наступил Понимаете Мы вот эту нашу Программу начали Семейного доктора Да с ванными С водой С всякими Приспособлениями И прочими Только для одной Простой вещи Нам очень важно Создать внутри Условия организма При котором Ни одна болезнь Не начнет Рождаться И развиваться Возможно это Да возможно Потому что Это же поразительная вещь Понимаете Вот абсолютное Большинство болезней Кроме наследственных И определяемых Генетикой Называются Психосоматическими Это болезни Приобретенные Это болезни Которые мы Воспитали В себе Значит Мы В силах Повернуть Этот процесс Вспять Давайте Учиться Это делать То что я Предлагаю вам Это тот набор Да и подход И путь Который Многое Наверное Вам поможет Но ведь Есть еще И ваши Собственные знания Есть еще Ваши умения Но есть еще Ваша лень И абсолютно Извините За грубость Идиотская мечта О том Что кто-то Придет Махнет рукой И все будет хорошо Так Вот так Не бывает А вот так Как я говорю Когда в самом Внутри Самого человека Рождается Чудо здоровья Извините Ради Бога Сколько Хотите Сколько Хотите От Израиля Сегодня Прибалтике Казахстана Тиргизии Украины Россия Везде Упорство Разум Понимать надо Что ты делаешь И терпение И тогда мы с вами Будем без возраста Без возраста Настолько Возможно Все внутри Перестроить И включить В работу Понимаете Вот эта страшная Совершенно Вещь Которая Заставила Заставляет Нас все время Думать про таблетки Про лекарства Это такая Заслуга Медицины Вот колоссальная Совершенно Приводит К нас К абсолютному Бездействию А значит К беде Вопрос Алло Да Слушаю вас Добрый день Слушаю вас Вот я Слушаю Ваше выступление Да И вот Не могу дождаться Когда вы Назовете Те вот Упражнения Те Так сказать Аудогенные Может быть Занятия По именно Улучшению Так сказать Регуляции Этих самых Болезней Когда вы Про это Скажете А вы знаете Подход К нему Даете Это уже Определенное Время Я слышу Я понимаете А соль Когда вот Наступит Можно Я прошу прощения Ваше имя Отчество Меня зовут Александр Александр Я прошу прощения Я Так сказать Уже Раз Десять Наверное Всю программу Давал Раз Десять Так вот К сожалению Великому Сегодня Ситуация Такая Почему Я сегодня Извините Разразился Этой Речью Потому Что Вот Он Список Вопросов Чем Вылечить Это И чем Вылечить Это Понимаете Вот Для меня Это Прошу прощения Свидетельство Того Значит То О чем Я Говорю Оно Не Достигает Вас Или Я Не Прав Хорошо Как Можно Получить Как Можно Получить Все Ваши Вот Вы Знаете Что Обязательно Соследуй Сейчас Секундочку Одно В силу того Что Уже Наступили Определенные Изменения Внутри Программ Поэтому Я Сегодня Брать Вот Те Брошюрки Которые У нас Были Там Было Все Расписано Не Очень Советую Давайте Мы Сделаем Так Лучше Я Уже Обещал Объявил И Готов Начать Сегодня Буду Отвечать На Вопросы Со Следующей Передачи Прямо Подробно В последовательности Все Будем Делать Должно Обязательно Войти Я вам Сразу Скажу Александр Что Должно Войти Безусловно Должно Войти Программа Под Детоксикацией Организма Обязательно По Восстановлению Нормального Кислородного Баланса Внутри Организма Обязательно Насыщение Организма Биологически Активными Соединениями Без которых Мы Сегодня Существовать Не можем И вы знаете Что сегодня Колоссальный Грамотный Человек Колоссальный Дефицит По кальцию И селену И прочим 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 Вещам Это нам Нужно Делать А самое главное А почему Сегодня Сказал Назвал Психосоматик Слово Такое Психосоматика Дело Все в том Что все Наши Заболевания Определяются Двумя Составляющими С одной Стороны Наши Физиологии Которые Терпят Определенные Бедствия С другой С другой С другой С другой Наша Психика Наше Сознание Центральная Нервная Система Напряжение Которые Возникают В ней Посему Даже Язва Желудка Казалось Бы Такая Вот Физиологически Определенная Ситуация Понимаете Она все равно Называется Психосоматическим Заявлением В силу Того Что Невероятно Зависит Не столько Даже От состояния Желудочно-кишечного Тракта Сколько От состояния Позвоночника И соответственно Реакции Вегетативной Нервной Системы Вот эти все Вещи Есть замечательные Приспособления Которые Помогают Скажем Проблемы Вегетатики Довольно Хорошо Снимать Скажем Тот же Эпликатор Кузнецова В сочетании С ваннами С морской Солью С обычными Теплыми Ваннами С горячими Гипертермальными Ваннами Вот это все Нам надо с вами Как-то выстроить В один ряд И этим И займемся Буквально Со следующей Передачи Обязательно Потому что Последние 300 или 400 Лет Медицина В основном Занимается тем Что она лечит Болезни То есть пытается Снять ярлык Вот это то Что называется Симптоматической Терапией И только В последние годы Даже в онкологии Наконец Стали говорить О сочетанности Подхода Не только Рак лечить Но и ставить На ноги Организм Почему появился Фетамикс Там препарат Который Обеспечивает Вот эту Онкомодулирующую Часть Нашей Внутренней Жизни Понимаете Сочетанность Подходов И детоксикация И питание И Вот Как нормализация Отношений На уровне Вегетативной Нервной системы Внутренних Связей Психосоматических Связей Вот тогда Мы получаем Результат Вот тогда И тогда Даже самые Тяжелые Таблетки Которые нам Прописывает Врач Они Не становятся Для нас Как это называется Угрожающими Нет Организм Вполне Способен С этим Токсическим Ударом Справиться Если же Он Внутри У нас С вами Вместо Нормальных Жизненных Отношений Вместо Тех Рек Крови И Лимфы Которые Нас Снабжают И питанием И кислородом И дают Нам Энергию Да И помогают Клетке Эту Энергию Выработать Понимаете У нас С вами Куча Навоза Ну Че Ж Тогда Ждать Тогда Надо Действительно Искать Чудо Чудодея Который Вернет Нам Силы И здоровье Прошу Прощения Я все Так Вернусь К вопросам А все Конкретно По позициям Начнем Со следующей Передачи Да Алло Я слушаю Вас Алло Алло Вопрос Не состоялся Так Семен Палатинск Казахстан Адильбек От него Вопрос Лечение Остеопороза Вот опять Понимаете Какая штука Понимаете Наверное Я сейчас К Александру Обращаюсь Который звонил Наверное Понимаете Почему Я опять Хватаюсь За голову И готов Начать Снова Всю ту Речь Которую С которой Сегодня Начала Передача Лечение Остеопороза Вот наверняка Ведь доктор Который Определил Этот диагноз При этом Сказал Ну надо Кальция Потому что Кальция Разреженная Костная Ткань Кальция Не хватает Внутри Организма И все И надо Поэтому Побольше Кальция Есть Ну там Скажем Кальцемак С какой Нибудь Или Какой Ткани Продолжается К сожалению Рецептов Связанных С остеопорозом С тем Что Как Вот Вылечить Остеопороз Невероятное Количество И ни один Не дает Эффекта Как Как Нам Быть Вот Этот вопрос Вы бы Должны Были Задать Доктору Который Ведь Знает Все То О чем Я Сейчас Говорю Он Знает Что Эти препараты Не Усваиваются Он Знает Что Мы Можем Только Замедлить Этот Процесс Остеопороза Но Не Решить Его Медикаментозными Лекарствами Или Какими Либо Еще Добавками Как Быть И Вот Тогда Я Обращаюсь К Опыту Ненародной Медицины Хотя Сам Способ Этот Пришел Из Народной Медицины Да И Еще Доктор То Есть Батюшка Кнейп Монах Кнейп Который Предложил Нам Водолечение В том Числе Помогающий В этой Ситуации Остеопороза Он Жил Сколько Лет 300 Уже 350 Назад Это 1600 Какие То Годы Так Что Это Процедуры Которые Позволяют Нам С Вами Этот Процесс Остановить Во Первых И Это Первое Адильбек Надо Пить Наконец Научиться Пить Воду Воду А не Дикие Вот Эти Напитки Нынешние С Этим Букетом Консервантов И Букетом Заменителей Сахара Того Другого Которые Резко Меняют Наши Обмены Первое Пить Научиться Чистую Структурированную Воду Второе Что нужно Адильбек Вам научиться Научиться Измените В зависимости От вашего Давления Состояния Сердца Это надо Учесть Обязательно Делать Гипертермальные Ванны Ванны После которых Температура Вашего тела Должна быть 38-39 Крадусов Зачем Это надо Делать С тем Чтобы Резко Усилить Процессы Связанные С метаболизмом С клеточным Углеводным Белковым Солевым И так далее Обменами Да Тогда Когда у нас Повышается Температура Резко Скорость Всех этих Биохимических Реакций В организме Она резко Возрастает И вот Для В этот То момент Почему Надо Это Использовать И не каждый День Это надо Делать Такого рода Ванной Делать Надо Один В три Дня Скажем Через Два Дня На Третий Но Между Ними Надо Принимать Органический Кальций Вот Вы знаете Что Я Напомню Вам Что Едят Что Едят Беременные Женщины У которых Не хватает Кальция В организме Не хватает Кальция Для строительства Скелета Ребенка Которого Они Носят Да И они Начинают Есть Мел В первую очередь Мел Я понимаете Вовсе Далек От мысли Заставить Вас Всех Глотать Куски Мела Но В вашей ситуации Я бы сделал так Вот Я не один раз Давал рецепт Кваши Которая На Украине Кстати сказать Получала Получила Даже приз На каком-то Там Общеукраинском Телевизионном Конкурсе Что это такое Это кисломолочный Продукт В который Вы кладете Злаковые Хлопья Вы кладете Чайную ложку Меда Петрушку Обязательно Чайную ложку Мелко нарезанную Мелко нарезанную Столовую ложку Простите Столовую ложку Мелко нарезанного Укропа И добавьте Пожалуйста Туда В эту вот Смесь Кефира Злаковых Хлопьев Меда Чеснока Зубчик Обязательно Укропа И петрушки Замешанных Все Добавьте Туда Пожалуйста Чайную ложку Меда Потом Мы с вами знаем Прошу Прошу прощения Натертого Того же мела Того же мела Или скорлупы Мелко-мелко Перетертой Обязательно Вот хорошо Проваренной Раде Бог Добавьте туда Чайную ложку И не забудьте Туда Добавить Ну хотя бы Половинку Чайной ложки Рыбьего жира Лучше цельную Вы Так сказать Не почувствуете Даже вкуса Вот этого Рыбьего жира Так сказать Я знаю Что многие Его не воспринимают Все размешали Оставили на ночь Оставили до утра Накрыли полотенчиком Стоит Уточком Вы съели столько Сколько вам хочется Да и в течение дня Поешьте пожалуйста Таким образом Вот кальций Таким образом Приготовленный Поешьте хотя бы 21 день 21 день Это минимум Максимум 28 дней Подождите Дней Десять И после этого Пожалуйста Сходите И сделайте Проведите анализ И вы увидите результат Но в это время Через каждые два дня На третий Делайте пожалуйста Горячую ванну Так чтобы температура Не скипидарная Температура тела Была У вас По меньшей мере 38-39 градусов Алло Звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Я звоню вам Из Казахстана Город Уральск Да Анатолий Ефимович У меня заболевание Рассеянный склероз Да Болею уже Десять лет Да А можно Прохожу лечение Системы принимаю А? Можно имя отчество Людмила Васильевна Людмила Васильевна Что вы принимаете? Трентал Системы Понятно Рассеянный склероз Рассеянный склероз Это совершенно особое заболевание Причину которого до сих пор установить не могут Могут Сказать что происходит внутри организма А вот почему это происходит никто не знает Поэтому и предложить нам с вами ничего не могут Людмила Васильевна Я не хотел бы вас стопроцентно обнадеживать Да Впустую Но вот сейчас Есть один доктор Которого я наверное приглашу сюда к нам в передачу Обязательно Вот зачем С помощью квантовой терапии Удается очень серьезно улучшить состояние больных С рассеянным склерозом Не медикаментозно Это пожалуй на сегодня самый простой И такой Очень Ну по крайней мере по тем Примерам И пациентам которых я знаю и видел При вот воздействии Этому аппаратам Да особенно если учесть что это аппарат домашний То меня честно говоря эти результаты восхищают То есть люди даже уже лежачие поднимаются на ноги Потихонечку начинают себя обслуживать Возвращаются к жизни А люди которые еще не потеряли То есть еще устойчивы более или менее Понимаете Они как бы эту устойчивость сохраняют И продолжают и продолжают Это очень важно Потому что это не инвазивный Не медикаментозный способ Это квантовая терапия Доктора зовут Владимир Тимофеевич Максимчук Он невропатолог Причем военный врач Такой сильный И так сказать Я прошу единственное чего у вас Мне нужно еще хотя бы месяц Для того чтобы я мог Более или менее обоснованно об этом говорить Потому что Мне закончились еще наблюдения Еще нужно там анализы Кое-какие сделать у тех пациентов Которые Сейчас проходят вот эту терапию Понимаете Дело все в том что Я знаю как часто Больных с рассеянным склерозом Напрасно обнадеживают И мне бы этого очень не хотелось Есть Поэтому я так откровенен с вами Вот тут есть надежда Причем она такая Обоснованная По крайней мере Вот я знаю сейчас Пять пациентов Которые находятся На дистанционном Положении В силу того что Они не могут приехать В Москву К этому доктору И они работают Как бы на дистанции У которых Очень хорошие результаты Поэтому давайте Чуть-чуть еще Подтерпим И тогда мы с вами Проговорим Эту всю Программу Чуть-чуть Еще надо потерпеть Следующий вопрос Михаил От Михаила Из Беларуси Я ликвидатор Чернобыльской АЭС У меня сейчас Стали проявляться Кожные проблемы На пальцах рук Чешется Кожа на пальцах рук Чешется Поясница Тоже шелушится И чешется На ноготь внизу Где косточки Но видимо То же самое Да сказать Всякие изменения Подскажите Чем можно избавиться Я не пью и не курю Уважаемый Михаил Вот вместо того Чтобы рассказывать Где у вас чешется И что Вам бы очень важно было Сказать мне В каком состоянии Находится у вас печень В каком состоянии У вас находится Кишечник Понимаете И в каком состоянии Находится Ваша поджелудочная Вот это вот Ну соответственно И почки Желательно почки Понимаете Потому что То что на пальцах Рук там чешется И где Ну это всякое Довольно много Всяких причин Я в этой ситуации Вот вам бы мог бы Просто сразу Подсказать Следующее Есть минерал Но Это не есть Никакой Ну а сейчас Как всегда Здоровья желает вам Программа Семейный доктор До встречи Через неделю